Всем любителям настольных игр привет! Я Грей Вулф и вы на канале I Play Solo. Я продолжаю играть в Dungeon Degenerate's Hand of Doom. И мы в самом начале нашего приключения, наши отчаянные и отчаявшиеся герои только что сбежали из мрачных подземелий города Бруталбург и откопали голову предсказателя, при этом еще и заразившись грибковым паразитом. И вот теперь у нас дилемма. Первая задача, которую мы должны решить. Условия победы в первом квесте это отдых в одном из квестовых мест. В кругу камней, в гадфиш-форде или в пикскин-порте или порту пикскин. При этом нам там не обязательно быть вместе с головой. Мы можем эту голову вообще сейчас выбросить. То есть это уже нам решать. Нас тюремщик, конечно же, отпустил с тем, чтобы мы эту голову нашли и принесли ее его кузену в пикскин-порт, в который пройти будет достаточно сложно, потому что здесь у нас перекрыт мост. Он очень сильно сейчас охраняется. Здесь очень большие силы служителей закона. Поскольку мы сбежали, они подняли тревогу и перекрыли мост. Также служителей закона очень много рыщет в поисках нас, сбежавших в Уичвуде, в ведьмином лесу. Но, тем не менее, мы можем пройти туда длинной, более сложной дорогой. В гадфиш-форде, может быть, мы можем толкнуть эту голову старейшине в этой деревушке. Но самое, что главное, это богом забытая деревушка далеко-далеко от Бруталбурга. Там мы можем попытаться скрыться от властей. Ну и то же самое характерно для круга камней, который находится в болотах. Далеко от властей здесь нас точно искать не будут. При этом голова умоляла нас отнести ее именно сюда. Алхимик у нас, будучи пристрастен ко всему магическому и таинственному, не зря он у нас алхимик и магия у него очень высокий показатель. Он у нас, можно сказать, ученый. Ему, конечно, интересно все, что связано с этой говорящей головой. И он чувствует какую-то тольку ответственности и хочет отнести голову в круг камней. На что, собственно, наш болотный заклинатель как бы говорит, ну мне в принципе все равно, болото я знаю очень хорошо, я могу нам помочь туда дойти. В принципе, я там и родился, не очень люблю это место. Но в конечном итоге, куда идти, мне все равно. Главное, чтобы впереди меня была дорога. Ну а наша охотница на вредителей задумалась о том, что в болотах наверняка такое количество насекомых, что она может напрактиковаться там на всю свою оставшуюся жизнь. Ее это, конечно, очень вдохновляет. То есть она прямо горит желанием насадить на свою вилку как можно больше всяких летучих, ползучих и грызучих тварей в этих болотах. В общем, она в принципе не против. И поскольку все они плевать хотели на охранника, который дал им задание, они решили двигаться в круг камней. Как мы туда пойдем, тоже задачка. Тоже нужно принимать решение. Мы можем пойти через фишмонгер-кэмп, лагерь фишмонгера, и переправиться через озеро, и пройти через болото. Мы можем пройти через льведьмин лес, по которому рыщут законники. Мы можем пройти через восточный мост и спуститься через хант-лодж, через охотничью избушку, и также пройти по болотам. Два вот этих пути выглядит, на первый взгляд, относительно безопасно, хотя мы здесь видим, что здесь достаточно большие и высокие цифры опасности. То есть здесь нас наверняка ждут столкновения. Но они длинные пути. Самый, конечно, короткий путь – это если мы пойдем через Witch Hill, в Ведьминхолм, пройдем через Хаксфорд, и прямиком попадем в круг камней. Поскольку за нами погоня, мы решаем пойти именно таким путем. Мы решаем, что нас будут меньше всего искать там, где больше всего вероятность нас поймать. То есть через Ведьмин лес. И наш алхимик принимает решение, что он будет. Поведет группу в марш-бросок. Соответственно, нам нужно смелое положение на карте. Мы выбираем смелое положение, и мы можем сразу передвинуться на восточный мост. Бум! Сделали марш-бросок. И сейчас мы как раз сделаем то, что я совершенно забыл почему-то сделать в первом видео, когда мы с вами играли, и сделали марш-бросок из Бруталбурга до Перекрестка. Мы должны все пройти тест на телосложение. И поскольку мы забыли сделать это в первый раз, мы будем проходить этот тест дважды. Итак, у нас телосложение 7 у алхимика, но мы помним, что из-за паразита у нас телосложение по факту стало 6. То есть нам нужно на кубиках выбросить на двух кубиках 6 или меньше. Мы выбросили 6, это хорошо, но предстоит выбросить второй раз. За тот раз, который мы забыли. И в этот раз это 7, к сожалению. То есть мы не прошли тест, а это означает, что мы будем уставшими. И мы не сможем маршировать, пока мы не отдохнем. Кладем фишку. Уставшие. Не можем маршировать, на ней написано. И мы ее кладем на поле восстановления. То есть мы ее сможем убрать, только если мы здесь отдохнем. Наш заклинатель болотный, у него телосложение 8. И он также кидает 2 раза. Прошел первый тест. Все нормально. И тест 2 тоже завалил. К сожалению, завалил. Но, в принципе, отдыхать нам по-любому все равно бы пришлось. Поэтому, наверное, это не так страшно. Тоже уставший. И телосложение 6 у охотницы на вредителей. Кидаем также 2 раза. Уже 7. Второй раз кидать смысла нет. Это означает, что она тоже устала. В общем, вся команда выдохлась после двух марш-бросков. Но это, наверное, и логично. Придется на этом мосту остаться и отдохнуть там, как следует, в следующий ход. А в этот ход, поскольку у нас закончилось движение, мы берем карту с опасностью. И карта с опасностью у нас 5. И у нас что-то происходит в катакомбах. Культы смерти практикуют свои некроманские напевы. И жуткие вещи нападают на тех живых, кто осмеливается войти в катакомбы. И это, друзья, очень плохо. Потому что у нас катакомбы уже на цифре 5. А сейчас здесь будет 6. Если еще раз у нас вылезет карта с катакомбами, то у нас появится первый маркер и рука смерти. А мы сюда даже не планируем, даже близко сейчас идти, чтобы попытаться здесь снизить уровень опасности. Я думаю, что... Нет, мы сюда не пойдем. Мы сюда не пойдем. Мы попытаемся все-таки прорваться к болотам. Итак, у нас здесь цифра 5. У нас восточный мост принадлежит... Видите, здесь в скобках написано к Вичвуду. К ведьминому лесу. И у нас ведьмин лес. У него уровень опасности сейчас 4. 5 больше 4. Это означает, что ничего не происходит. Но я думаю, что мы не будем останавливаться на этом мосту для дальнейшего отдыха. Я думаю, что мы двинемся дальше. Хоть это и не будет марш-бросок и будет опасность столкновения с законниками, мы все равно рискнем. Потому что чем дольше мы стоим, тем больше этих карт с опасностью мы берем. Плюс мы не знаем, пройдем ли мы тест на морали и сможем ли мы отдохнуть нормально. То есть, что-то еще бабушка на двое сказала. Ну, хотя в плане отдыха мы, может быть, не восстановим здоровье. Но мы все равно снимем вот эти карты усталости. Это да. И сможем дальше маршировать. Я, в общем, не уверен. Я, наверное, хочу попробовать пройти чуть вперед. Поэтому я выбираю осторожное движение. И мы аккуратненько по дороге, а скорее даже по лесочечку вдоль дороги, пробираемся к Ведьминому холму. И останавливаемся посередине. И берем карту опасности. Очень важно, что это будет за карта. Здесь петля. Нам, конечно, не очень повезло. Да. Ну ладно. Здесь какие-то отряды очень странных существ присоединяются к бандитам, чья застава расположена на продуваемых всеми ветрами пиках рабского прохода. И это у нас на самом верху. Здесь у нас становится опасность 5. Тоже опасно и тоже очень далеко от нас, к сожалению. Итак, у нас цифра 4. Здесь у нас цифра 5. 4 меньше 5. Это означает, что у нас будет столкновение. А поскольку здесь у нас петля, то мы должны проверить, находимся ли мы в месте, которое является местом законников. В стандартном режиме нет. Но в этом сценарии да. Потому что у нас здесь с вами есть петля. А это означает, что монстров мы будем брать из колоды законников. Они обычно там сильнее. Здесь у нас не будет никакого события. Ух, 4. Аж берем 4. Это много. 4 это много. Да, наверное, решение было неп... Хотя подождите. Подождите, подождите, подождите. У нас же есть еще одна возможность. Нет, нету. Заметив этих законников на дороге, мы могли попытаться прокрасться мимо них. То есть мы могли в положении вот этом осторожном пройти тест. И если бы все тесты удачно бы прошли, тест на восприятие, то мы могли бы увеличить значение этой карты на единицу. Если бы у нас опасность здесь была, например, 4, это имело бы смысл. То есть мы бы увеличили карту на единицу, получилось бы 5. 5 больше 4. Столкновения бы не было. Сейчас, если мы даже пройдем этот тест, то карта будет 5, но у нас и здесь 5. То есть столкновение будет все равно неизбежно. Законники нас, к сожалению, заметят. И мы должны сразиться аж с 4. А может быть будет и больше, если кто-нибудь из них призовет подмогу. Сейчас мы это посмотрим. Итак, первый, кто на нас нападет, это как раз тюремщик. Посмотрите, какой жуткий совершенно товарищ с клещами в руках. Пейнболь. И у него еще и защита один, и здоровье 5. Да, это будет сложная схватка. Он нападет на игрока, у которого меньше всех уровень морали. А это будет у нас опять либо охотница на вредителей, либо болотный заклинатель. Это у нас еще что такое? Грейвманг. Могильный монах. Он нападет на того, у кого выше магия. И он проклянет, или попытается проклясть этого героя. Также у него есть способность нулифай. Аннулирование. Но мы с этим разберемся позже, что это означает. Он нападет на болотного заклинателя. У него самый высокий показатель магии. Следующий у нас это Ливер Темплер. Кожаный темплиер. Такой вот бородач с броневой аж 2. И он нападет тоже на того, у кого магия больше всего. А значит на болотного. И последний спасенный Скрэтчер. Это вы знаете, что Скрэтчер это какой-то типа наркотика в этой игре. То есть это наркоман, которого видимо реабилитировали каким-то образом. И этот гад Скермиш и Саммон. То есть он призовет кого-то, увеличит уровень опасности в этом регионе. Короче говоря, его нужно убивать в первую очередь. И он нападет на того, у кого наивысший показатель ловкости. А наивысший показатель ловкости это у нас охотница на вредителей. То есть он нападет на нее. И на нее может напасть и тюремщик. Либо мы тюремщика отведем вот в эту сторону. Я думаю, что у нас тюремщик нападет тоже на болотного заклинателя. Он у нас в принципе защищался неплохо в прошлый раз. Может у него и в этот раз получится тоже. Также надо сказать, что вот этот вот монах мог напасть и на алхимика. Потому что из-за паразита грибкового у нашего алхимика теперь плюс один к магии. То есть у него магия девять такая же, как и у болотника. Но лучше пускай на него никто не нападает. Тогда он спокойно сможет атаковать в полную силу в свой первый ход. И я думаю, что нам придется направить всю нашу полную силу вот на этого. В случае, если вдруг промахнется наша охотница на вредителей. Но сначала проклятие. Проклятие. Мы должны пройти тест на магию. Иначе нам будет не очень хорошо. Магия девять. Попробуем пройти этот тест. И здесь у нас пять. Тест успешно пройден. Не смог этот противный и жуткий монах наслать проклятие на нашего уверенного в себе болотного заклинателя. Ну что ж, у нас первый раунд. И самая высокая мораль у нас по-прежнему алхимика. Он начинает ходить. Поскольку это его первый ход, он нанесет удар из-под тяжка. Будет бросать дополнительный кубик силы. Он будет атаковать нагло, смело, ринется в бой. Потому что на него никто не нападает. Он ничем не рискует. И он будет атаковать, конечно же, из своего пистолета. А это тест на perception, восприятие восемь. То есть он будет кидать у нас два атакующих кубика и два кубика силы. И на атакующих кубиках ему нужно будет выбросить восемь или меньше. Вопрос, кого он будет атаковать. Либо кого-то из этих, либо вот этого чувачка. Чтобы его убить, нам нужно нанести ему урон четыре. Потому что у него одна броня. И надо посмотреть, насколько вероятно, что такой урон может нанести охотница навредителей. Нет, друзья, вы знаете, я не хочу рисковать. Мы будем атаковать его. Нам его обязательно нужно убить, во что бы то ни стало. Бум. Итак, у нас здесь очень маленькие цифры. Мы прошли тест. Выбираем, естественно, самую большую цифру. Это три. И у нас при этом стреляем мы из пистолета, который игнорирует одну броню. То есть мы все-таки его убиваем одним выстрелом из пистолета. Бум. И этот бывший наркоман теперь действительно бывший. Потому что он труп. Ха-ха-ха. Отлично. Но теперь у нас будет ходить либо болотник. Либо, поскольку одинаковый у них уровень морали. Охотница на вредителей. А, это косяк. Не мораль, а perception. Восприятие. То есть у нас из-за восприятия ходил первый алхимик. Мораль это когда на карте. Когда в бои это... Когда во время боя это восприятие. Вторым у нас должна ходить охотница на вредителей. И только третьим с восприятием 7 болотный заклинатель. Мы не очень правильно отыграли очередность боя, по-моему, в наших первых схватках. Ну ладно, это не совсем критично. Сейчас это для нас даже лучше. Потому что ее никто не атакует. И она может атаковать в полную силу. С одним кубиком силы, но без кубиков защиты вообще. Мы добавим плюс 1 к ловкости. Ловкость у нас будет 9. Нам надо выбросить 9 или меньше. Поскольку мы атакуем вилкой. А вилка это ловкость. И мы можем атаковать любого из них. Я думаю, она будет атаковать тюремщика. Погнали. Вилкой тюремщику в глаз. Бум. Мы тест прошли. На кубике силы очень маленькое значение. Но хорошая цифра 5. 5 это отлично. Мы его, к сожалению, убить не сможем. Потому что у него броня 1. Поэтому мы ему нанесем 4 урона. И ему будет достаточно еще 2 попадания. Чтобы пробить его броню и уничтожить его. К сожалению, наши бонусы плюс 1 к урону против роя. И плюс 1 к урону против роя и вредителей. Здесь ничего не сделают ему. Потому что он не рой, не вредитель. Он человек и закон. 5 остается. Но 5 это уже хороший удар был. Молодец у нас охотница на вампиров. И теперь у нас будет болотный заклинатель. Он, естественно, будет бить своей тотемной палкой. Это сила. Сила у него 8. Он будет бить из-под защиты. Поэтому кубик силы здесь в данном случае будет ему помогать в защите. Если нам повезет, защита у него ловкость. Это 7. На этих кубиках 7 или меньше. На этих кубиках 8 или меньше нам нужно. И будем атаковать тогда тоже тюремщика. Бум. Отлично. Мы тюремщику убиваем. Плюс мы защитились на троечку. Итак, тюремщик убит. Но тюремщик нанесет нам 4 урона. Мы получим от него 1 урон. Потому что мы 3 сможем с вами отбить. Бум. Эти нам нанесут тоже по одному урону каждый. Потому что у каждого 4. Минус 1. Минус 1. То есть по одному еще раз и два. Проблема в том, что тюремщик нам нанес урон. И у него здесь ключевое слово боль. Если он наносит нам урон, нам нужно пройти тест на телосложение. Иначе нас оглушит он. У нас телосложение 8. То есть я надеюсь, что оглушения никакого не будет. И мы пройдем этот тест. Бум. Прошли. Замечательно. Но поскольку вот эти оба нас ранили. А у них нулефай. Аннулирование. Мы будем подавленными. Подавленными до конца, по-моему, а вот я не знаю, боя или раунда. Не указано. А это означает аж до следующего восстановления. Здесь может быть сколько угодно фишек. И подавленными это означает минус 1 к магии. И это важно сейчас. Потому что начинается новый раунд. И мы заново должны смотреть, кого будут атаковать монстры. И у нас вот этот монах атакует монстра с наивысшим значением магии. Сейчас у нас значение магии у болотника 8. А значение магии у алхимика 9. За счет вот этого паразита. И монах будет атаковать именно его. Тогда как кожаный тамплиер останется... А, нет, он тоже перейдет туда. Он тоже атакует того, у кого больше магии. Вот так-то они перебежали. Убежали от болотного заклинателя. Перебежали все к алхимику. И алхимик, потому что у него perception, восприятие, наивысшее значение, будет атаковать первым. И он будет атаковать кожаного тамплиера. Он будет атаковать из-под защиты. А это означает, что он будет кидать кубик фиолетовый защитный в данном случае. Защита у него 7. Атака у него 8. Итак, у нас здесь атака получилась, но не очень сильная. 3 единицы. И мы игнорируем одну броню, но вторую броню проигнорировать мы не можем. Поэтому наносим только 2 лишь урона здоровяку. Но мы очень хорошо защитились. 5. Ни один из них нас не пробьет. Общее количество здесь 7. 7 равняется нашей ловкости. Замечательно просто отразил атаку своим не знаю чем. Даже у него нет никакой защитной ни палки, ничего. Просто увернулся от атак этих законников наш алхимик. И все у него отлично. Не потеряет ни единицы здоровья. Следующим у нас будет атаковать охотница на паразитов. И она будет атаковать кожаного тамплиера. Будет атаковать смело, бесстрашно, бояться ей нечего. Погнали. Здесь у нас 8. У нее ловкость опять же 8 плюс 1, 9. Все нормально. И смотрите на кубики. Выбросила 5. Жаль не 6. Но это тоже очень хорошо. Мы используем тогда кубик силы. А не один из этих. Имеем право. И наносим ему 5, минус 2, 3. У него 2 ранения уже есть. Мы его убиваем. Убиваем и забираем себе как трофей. Последним у нас будет ходить болотный заклинатель. Естественно, атаковать он будет монаха палкой. Будет атаковать яростно. Соответственно, кубик фиолетовый будет кубиком силы. Бум. Здесь у нас 7. На кубике силы 5. Но и здесь у нас есть пятерка. Поэтому мы наносим 5 единиц урона монаху. Но он выживает, потому что у него 6 единиц здоровья. Жалко, мы его не добили. Вот бы выбросили было бы здесь шестерочку. Было бы, конечно, круто. Но ничего, сейчас начинается новый раунд. Монах остается у нас там. Первым у нас ходит алхимик. Он будет бить из-под защиты. И будет надеяться, что сейчас он этого монаха легко убьет. Упа! Нет. Здесь аж 11. Он не нанес ему никакого урона. Он провалил тест. Но он прошел тест на защиту. И здесь у нас опять 2 пятерки. Не нанесет нам никакого монаха урона. Это хорошо. Значит, его налифицирование снова не сработает. Охотница на грызунов. Бум! Есть! Здесь достаточно. На любом из кубиков по пятерочке мы убиваем. Протыкаем ему глаз снова вилкой. И монах труп. Отлично! Второй трофей забирает себе охотница на вредителей. Все. Бой завершен. К сожалению, при этом уровень угрозы мы в этом регионе снизить не сможем. Потому что мы убили законников. То есть мы убили, в принципе, хороших, можно сказать, людей. Ну, посмотрите на них. Разве это не хороший человек? Вполне даже может быть и хороший. Ну что ж, давайте трофеи получим тогда. У нас здесь 2 опыта и 3 опыта и 2 монеты получается. 3 опыта 1, 2, 3 и 2 монеты 1, 2. Можно выучить, будет новый скилл какой-нибудь. Это неплохо. Здесь у нас 1 опыт и 1 монетка. Опыт 1 и монетка 1. И там у нас 1 опыт за скретчера. Всего лишь. Бум! Обыщем карманы скретчера. Нам нужна единичка. Нет, ничего в карманах скретчера не было. Неудивительно. Здесь нам тоже нужна единичка. Болотнику париться в карманах тюремщика. Тоже ничего у него не нашли. А здесь у нас нам нужна тройка или меньше. И тоже ничего не нашли в карманах монаха и тамплиера кожаного. Ну и все. На этом бой завершен. И можем двигаться дальше. Новый ход. Будем продолжать двигаться осторожно. И передвигаемся на ведьмин холм. У которого у нас уровень опасности 5. То есть, скорее всего, у нас здесь сейчас снова с вами будет схватка. А здесь цифра 6. Схватки не будет. Это нам повезло. Но питающиеся падалью вредители и извращенные культы лунатиков наводняют кладбище. И у нас на кладбище будет повышен уровень опасности. К сожалению. Будет он теперь 5. Но здесь цифра 6. У нас 5. Не будет никакого столкновения. Нам реально повезло с этой картой. Повезло с этой картой. И вот сейчас нужно принимать решение рвать дальше или отдыхать. Столкнуться здесь с кем-то. И потом продолжить свой путь уже марш-броском в Хаксфорг. Я думаю, что если у нас здесь не повстречаются нам законники, имеет смысл здесь сразиться, чтобы снизить уровень опасности этого холма. Потому что, я так понимаю, законники на нас нападают только на дорогах. А не на этих местах. У этих мест, у них значка нету в висельнице. Значит, здесь нет шансов, что на нас законники нападут. Да, я думаю, что мы все-таки здесь отдохнем. Два момента. Все-таки допустил ошибку. Правда, не в свою пользу, что хорошо. Когда мы сражались здесь. Не то, что ошибку. Ошибки там не было. Ошибка была в моем комментарии. Мы когда сражались здесь, мы проверяли уровень опасности здесь с уровнем опасности Ведьминого холма. А должны проверять были с уровнем опасности Ведьминого леса. Четыре. А, соответственно, имело смысл тогда, в принципе, избежать столкновения, снизить уровень угрозы карты на единицу. И тогда бы как раз там была бы четверка. Карта была бы выше. Получилось бы пять. И мы бы здесь вообще не сражались. Мы бы обошли их мимо. Но, ладно, мы этого не сделали. И еще я сказал, что мы здесь можем совершить марж-бросок. Но мы марж-бросок совершить здесь не можем, потому что это тропа. Тропы, мы не можем их проходить марж-броском, пока они не будут исследованы. Чтобы исследовать тропу, нужно на ней остановиться, выбрать действие отдыха. Точно так же, как мы сделали на перекрестке. И если мы внутри действия отдыха удачно пройдем тест на исследование, так же, как мы проходили его здесь в поисках головы, то мы сможем положить сюда фишку исследовано и в дальнейшем двигаться марж-броском. Как отличить тропы от дорог? Это, в принципе, не так сложно. Но, учитывая количество здесь цветов, оттенков и саму графику, опять же, не всегда это легко. Особенно, если вы новичок. На BoardGameGeek можно скачать карты, на которых очень четко прописано, где у нас дорога, а где у нас тропа. Но в правилах объяснение следующее. Дорога, она выкрашена в цвет региона, в котором она находится, и всегда с фиолетовой каемочкой, с фиолетовым бордюрчиком. То есть, мы смотрим, например, здесь у нас регион синий, дорога синяя и фиолетовый обод у нее, фиолетовый бордюр. И это означает, что это дорога. Например, мы можем посмотреть сюда наверх, и мы увидим, что здесь дорога выкрашена в регион. Регион красный, дорога красная, фиолетовый бордюр, значит, это тоже дорога. Посмотрим, например, сюда. И это уже нет, это уже тропа. Нет ни фиолетового бордюра, ни сама дорога не выкрашена в цвет красный, значит, это тропа. Смотрим, например, зеленая. Нет фиолетового бордюра, бордюрчик здесь зеленый. Цвет дороги или этой в данном случае тропы не совпадает с цветом региона В общем мы смотрим по ободу И как если мы не видим с вами фиолетовый обод Здесь он есть, это дорога Здесь его нету, это тропа То есть в принципе достаточно легко Но если у вас есть определенные проблемы с восприятием цветов Опять же можно скачать карту И будет все гораздо более просто и понятно С одной стороны можно было бы остаться здесь И снизить значение опасности в этом месте С другой стороны, кто его знает Потому что оставшись здесь Нам придется остановиться здесь И придется остановиться здесь Это значит две карты с опасностью Вместо того, чтобы пойти сюда и взять только одну А две карты с опасностью означают Что даже если мы здесь снизим опасность В двух каких-то местах вместо одного У нас опасность увеличится Поэтому я возможно неправильно Тактически и стратегически Но принимаю решение все-таки двигаться дальше Мы по-прежнему находимся в осторожной позиции на карте И мы переходим по тропе в направлении Хагс форка И здесь возьмем карту с опасностью Петля и четыре Но вот в данный момент Давайте сначала прочитаем, что у нас здесь происходит Жуткие твари ползают в темном лесу Окружающем охотничью избушку Итак, у нас охотничья избушка была два Причем, заметьте, это два зеленые Это означает, что у нас здесь сейчас станет не три А у нас сейчас здесь станет один То есть это у нас было безопасное место Теперь оно становится все более и более опасным Потому что вокруг этой охотничьей избы Ползают какие-то жуткие твари в лесах И у нас здесь четверка И вот сейчас, поскольку нам надо сравнивать это с вот этой четверкой Нам нужно принимать решение Будем ли мы пробовать обходить стороной этих законников Я бы, наверное, попробовал их обойти стороной Давайте попробуем В любом случае мы особо ничего не теряем Нам нужен тест на восприятие Восприятие у нас 8 у алхимика Он тест прошел Восприятие 7 у болотника К сожалению, все должны пройти тест Но это логично Все должны прокраситься тихо и незаметно Болотник у нас наступил на ветку Все, тест уже провалили Нет даже смысла идти дальше Мы, конечно, можем перебросить этот кубик за счет удачи Наверное, я это сделаю Потому что здесь, смотрите, для троих мы аж с пятью столкнемся Многовато, если честно Я попробую этот кубик перебросить Хотя всегда говорят, что удачу лучше тратить в смертельно опасных случаях Я вот так вот дерзко играю Дерзко и смело Вот так вот Грейвулф Семь Семь у нас восприятие 7 Тест прошли Ну хотя бы Теперь очень важно, чтобы не профукало С восприятием 8 у нас Охотница на вредителей И здесь 3 Отлично Прошли все удачно Это означает, что мы эту карту можем увеличить на единицу 5 Опасность в лесах 4 Мы тихонечко-тихонечко прокрались мимо этих товарищей И столкновения никакого не будет Новый ход Мы можем остаться здесь, чтобы отдохнуть И исследовать это место Но тогда большая вероятность, что снова мы тянем карту И снова сталкиваемся с законниками Я этого делать не хочу И мы отправляемся в Хэксфорк Бум Отправились в Хэксфорк По-прежнему отправляемся мы в позиции осторожной И посмотрим, кто на нас нападет в Хэксфорте Огромные нечеловеческие формы были замечены недалеко от берегов башенного острова И у нас карта как раз лежит рядом с этим башенным островом И здесь будет теперь опасность 5 Дальше смотрим Висельница 2 У нас это место, здесь висельницы нет Это означает, что мы 2 не будем сверять с цифрой 3 А мы 2 должны будем сверить с цифрой 4 И да, это означает, что на нас здесь нападут Но нападут простые монстры, а не законники И это очень хорошо, это радует И на нас нападут всего-то лишь 2 жалких монстра Уверен, что жалких Поскольку это у нас граница Нижеземья Мы по-прежнему берем монстров из колоды Соответственно Нижеземья Итак, у нас первый монстр Это культист Который нападает на того, у кого наивысшая мораль И мы все прекрасно знаем, что это алхимик И второй монстр Это ферал скрэтчер То есть я так понимаю, как раз это и есть вот этот вот наркоман Который потребляет слишком много скрэтчера Вот он становится вот таким вот нелицеприятным существом У которого еще и Динвует и Онслот И нападает он на героя с наивысшим значением магии Это означает опять алхимик Потому что у нас сейчас магия снижена За счет того, что мы по-прежнему находимся в подавленном состоянии Два нападают на алхимика При этом у культиста умение Саммон Он призовет, если будет жив в следующий ход еще одного монстра Я думаю, что мы от него первым должны избавиться Ну что ж, погнали Я думаю, мы будем атаковать яростно Тем более, что у этого одичавшего скретчера он слот, натиск Это означает, что его атака будет увеличиваться на единицу Если мы атакуем из защиты Не будем давать ему такого шанса И будем атаковать тоже яростно Бросаем два кубика силы Это будут кубики атаки в этот раз Потому что мы пользуемся нашим умением бить из-под тяжка Итак, мы будем атаковать культиста Потому что он может призывать нового монстра Бум! Итак, что у нас здесь получается? У нас здесь получается фиговый абсолютно бросок И смотрите, опять дублируют кубики друг друга То есть нам в принципе... Мы защитились, да, легко Изи-бизи Но всего лишь, всего лишь два урона мы наносим И я здесь ничего в принципе сделать больше не могу Я могу потратить удачу, но я не хочу Потому что сейчас явно нет смертельной опасности Мы наносим два урона культисту И я думаю, что мы его в любом случае добьем каким-нибудь другим нашим героям Культист наносит... Не наносит он ничего Он наносит три урона У нас четыре защиты Но скречер у нас дымвит Это означает, что он в первый свой ход Его уровень атаки определяется броском кубика d6 Мы помним, что у нас четыре защиты А у него атака... Уф! Шесть То есть это означает, что он таки нам нанесет две единицы урона Плохо, конечно Но что делать? Раз-два И здоровье уже алхимику ополовинили В следующем у нас будет ходить охотница на вредителей И будет атаковать, естественно, своей вилкой Будет атаковать яростно Без кубиков защиты И нам нужно выбросить девять или меньше Так, этот мы уберем кубик, чтобы не мешался Упс, а где у нас еще один? Куда-то он улетел В другую сторону Вывлялся Но в любом случае у нас здесь шесть Это максимальный, поэтому здесь не важно, что здесь выпало Шесть Мы удачно атаковали культиста и уничтожили его Ну а теперь болотник Сила Восемь тотемной палкой Попытается этого одичавшего скречера уничтожить Бум Здесь у нас пять Этого тоже достаточно Шесть в плюсе Мы прошли тест на силу И пять достаточно, чтобы убить его Проломить ему Его гнилую Пронаркоманенную скречером башку Палкой тотемной Молодец, болотник Есть, все, убили всех врагов Получили один к опыту Здесь мы получаем один опыта и одну монетку за культиста Да, надо отдыхать и получать какой-нибудь новый скилл Либо становиться мастером в одном из этих скиллов Посмотрим И можем попробовать обыскать их карманы Ну давайте начнем с культиста Нам нужно на D6 выбросить единичку Нет, ничего не нашли Попробуем обыскать одичавшего скречера Тоже ничего не нашли Ну и ладно Зато мы снизили уровень опасности в Вичвуде С четырех до трех И это не может не радовать Ну хоть так Хоть какой-то прогресс у нас В глобальном плане появился Сделали что-то полезное для региона Несмотря на тяжело раненого у нас алхимика Я продолжаю движение И мы отправляемся в сторону круга камней И мы отправляемся с вами в новый регион Макродемья Бум! Это тоже у нас тропа Мы не можем здесь марш-броска совершать Даже если мы были отдохнувшими Поэтому нам нужно будет Остановиться на полпути И взять новую карту опасности Мы привлекли внимание Однозначно злых сил В нашем месте Фух! Это означает, что мы с вами сейчас находимся Находим в rotting swamp В гниющих болотах А значит уровень опасности здесь станет 5 И у нас не метафизическое место А у нас это не метафизическое место То мы берем цифру 6 Поскольку это место не метафизическое 6 у нас больше 5 Это означает, что мы не столкнемся здесь с монстрами Но, друзья, я хочу с ними столкнуться, чтобы эту пятерку скинуть Оооо! А я же не выбрал позицию на карте А дайте я себе подыграю И заодно вам покажу еще один очередной вариант Мы выбираем позицию смелого передвижения И в этой позиции Мы можем охотиться за монстрами А не проходить тайком мимо них То есть мы можем попробовать Значение этой карты снизить на единицу Если мы снизим, у нас здесь будет 5 И здесь будет 5 И это означает, что бой Бою быть Но я увидел здесь еще одну составляющую Мы здесь будем драться с эпическим монстром Если будем драться Хотим ли мы этого или нет? Вот в чем вопрос Знаете что? Я решение этого вопроса отложу до следующего видео В котором мы либо сдадим квест И видео будет очень коротким Либо это видео будет чуть более длинным Потому что мы сразимся с эпическим монстром И будем надеяться, что этот эпический монстр Не убьет нашу команду В любом случае Всем, кто был со мной, большое спасибо Увидимся с вами в следующем видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok